В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Восемь выпускников Казахского турецкого лицея города Караганды освобождены от единого национального тестирования. Котлован в центре Майкудука. Кто ответит за безопасность местных жителей? Смотрите в репортаже Николая Кравца. Дети приглашают на лазерное шоу. Обо всем по порядку. Котлован стал яблоком раздора между местными жителями и строительными компаниями. Три года назад здесь хотели возвести многоэтажный дом, но стройка осталась незаконченной. Теперь люди боятся за жизни своих детей, которые постоянно проводят время около большой ямы. Абдинаби Оренбаев проходит здесь довольно часто. Раньше хотели тут возвести многоэтажный дом, но, видимо, стройку заморозили. На сих пор ничего не ясно, какой объект здесь должен стоять. Хотели построить здесь дом. Какие-то фирмы были, вагончики стояли. Больше ничего. Они перегородили сначала, потом почему-то снесли и остановился. У Натальи Шаршапова через дорогу работает строительный магазин. И всё, что происходит здесь, она точно знает. Последний год на этой территории никто не появлялся. Поэтому местные жители забили тревогу. Женщина своими глазами видела, как несколько раз школьники, играя рядом с котлованом, падали в большую яму. Там только дети. Целый день дети там бегают, крутятся. Вот выйдешь, их выгонишь, а что толку? Там же не будешь стоять целый день. Вот поэтому и вызывали то, что дети опасно. Раньше вокруг котлована был забор, но три дня назад он таинственно исчез. Теперь местные жители переживают за безопасность своих детей, у которых, кстати, начались летние школьные каникулы. Как нам стало известно, дом хотели построить в 2013 году. Одна жилищно-строительная корпорация. Даже тендер объявили среди трёх подрядчиков. Однако некоторые из них оказались недобросовестными. Против них уже ведутся судебные тяжбы. Но в любом случае ответственность ни с кого не снимается, заявили в компании. Котлованы полной водой. Сегодня компании ведутся работы по корректировке светлой стоимости строительства. Там есть соответствующее управление, чтобы проработали подрядчикам, кто именно занимается водограждением, охраной этого объекта. Так как охрана этого объекта на них возложена, никто с них ответственность не снимал. Местные жители уже стали обращаться с претензиями к чиновникам. Однако до сих пор никто не торопится обращать внимание на просьбы людей. В ближайшее время они намерены отправить письмо с жалобой в Акарду. Ведь если случится беда, разбираться, кто должен охранять, а кто строит дома, будет уже бессмысленно. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев. Первый. Карагандинский. Восемь выпускников казахского турецкого лицея города Караганды освобождены от единого национального тестирования. Такой поощрительный подарок ребята получили за научные проекты, которые смогли представить на международном уровне. С одним из них общался наш корреспондент Амина Смакова. Алия Мангильды смогла научить английскому языку слабослышащих и глухих детей. Узнав, что этот предмет у них не изучается, девушка решила помочь своими силами. Выпускница на протяжении двух лет разрабатывала методику обучения иностранного языка с помощью жестов. Для этого ей пришлось выучить этот сложный язык по американской программе. Слабослышащие дети, они используют специальные препараты, через которые они как бы лучше слышат. И с ними работать было намного легче. С ними я могла использовать жестовый язык сама. Чтобы разговаривать с глухим классом, я вызвала специального переводчика жестовых языков. И он переводил мои слова этим детям. Усилиями учителя дети с ограниченными возможностями теперь знают алфавит, умеют считать и даже могут самостоятельно заниматься английским языком в домашних условиях. Вот так выглядит язык жестов на иностранном языке. Алия в феврале этого года приняла участие в международном конкурсе молодой ученый в Южной Корее в городе Тэджон. Девушка представила свою программу по изучению английского языка для слабослышащих детей. Алия заняла почетное второе место. Наградой послужило освобождение от ЕНТ и 50% скидка для обучения в Международной школе бизнеса в городе Тэджон. Карагандинку ждут учебные заведения нескольких стран. Амина Смакова, Олжас Габасов, Роман Нартаев, Первый Карагандинский. Привьемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Сегодня сделали маленький шаг во взрослую жизнь выпускники детского сада Тулагай. У ребят прошел выпускной. Дети демонстрировали все, чему их за три года научили воспитатели. Все подробности в следующем сюжете. Сегодня ребята красивые и нарядные, как никогда. Рассказывали стихотворения, пели песни, танцевали, веселились. За три года и они и воспитатели стали одной семьей. Конечно, нам немножечко печально, но с одной стороны радостно, что дети пойдут, откроют двери в школу. А выпустили мы их уже здоровыми. Для детей было устроено небольшое представление с клоунами и другими персонажами. Каждый ребенок не скрывал восторга. Воспитатели в своих детях уверены. В начальной школе они покажут все свои знания, накопленные за три года в первой и, наверное, в самой главной школе – детском саду. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде объявились интернет-террористы. Неизвестные злоумышленники забросали владельцев телефонов сообщениями об угрозе заражения СПИДом. Где правда, а где вымысел, разбирался наш корреспондент. Все чаще карагандинцы стали получать тревожные сообщения о распространении ВИЧ и СПИД. Текст СМС примерно такой. В кинотеатре зрительница села на кресло и почувствовала боль от укола в ноге. Когда она присмотрелась, увидела еле видную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на 3-4 миллиметра, а также записку «Вы только что инфицировались СПИДом». Неизвестные авторы посланий ссылаются на Центр по профилактике и борьбы со СПИД. При этом убеждительно просят всех быть осторожными. Чтобы узнать всю правду, мы наведались с визитом в эту организацию. Поэтому надо, если такие случаи есть, обязательно обращаться сюда, к нам. Ну, если взять за последнюю неделю, две, три, месяц, таких обращений никто не было. Значит, ну, может, кто какой-то шутник и вы рассылает такие СМС-ки. Если это шутка, то это неудачная шутка. В Центре профилактики и борьбы со СПИД призывают не впадать в панику. Борьба с ВИЧ идет повсеместно. Врачи советуют людям быть осторожнее, не вступать в случайные половые контакты, не использовать сомнительные шприцы, а также при всех случаях неосторожных прорезов, уколов обращаться к ним. Есть целая схема оказания, потом помощи и отслеживания этого. То есть, если когда он приходит к нам, мы в любом случае обследуем на ВИЧ-некрекцию назначаем тут же примитивное лечение. То есть, наши препараты блокируют этот вирус, они вывозят организм, он практически не задерживается там. Поэтому надо, если такие случаи есть, обязательно обращаться сюда, к нам. Зараженных людей, к сожалению, становится больше. Наша область третья, по данным показателям в республике. 4 тысяч заболевших, и это не шутка. Почти половины из них уже нет в живых. Недавно в парке прошла акция в честь памяти умерших от этой болезни людей. Молодежь и представители неправительственных организаций совместно с работниками центра запускали в небо китайские фонарики, исполняли песни и рассказывали о своих безвременно ушедших из жизни товарищах. Заместитель главного врача данного центра Николай Кузнецов работает в этой сфере уже много лет. Статистика о заражении у них ведется с 1990 года. С тех самых пор Карагандинская область остается в первых рядах по росту этого недуга. Между тем, мы решили узнать у граждан нашего города, получали ли они такие сообщения и опасаются ли за свои жизни. И так искушений очень много в жизни, а когда это еще и так вот лежит в открытом доступном месте, это да, это опасно. В WhatsApp приходилось сообщение по поводу СПИДа, какой-то инфекционные зараженные бананы. Переживаем, конечно, но как с этим бороться, в принципе, не узнаешь. Еще один глобальный путь передачи СПИД – это наркоманы. С ними тоже нужно бороться. Для этого в нашей стране используют специальное синтетическое средство метадон, которое убивает зависимость на 72 часа и не вызывает эйфорию. Правда, купить его в обычной аптеке нельзя, только в центре или наркодиспансере. Также сотрудники центра убедительно призывают людей не молчать о своих проблемах и обращаться к ним при малейших подозрениях. А интернет террористами, видимо, должна заняться полиция. Аймаврина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Воспитанники школы современных искусств Куба завтра покажут настоящее лазерное шоу. Такого зрелища, по словам организаторов, жители Караганды еще никогда не видели. Наш корреспондент Николай Кровец побывал на генеральной репетиции и один из первых оценил все выступления. За день до концерта школьники разных возрастов еще раз прорабатывают все запланированные номера. Екатерина Тычинская занимается здесь уже пять лет. И за этот небольшой промежуток времени девочка многому научилась. Теперь она легко зажигает под различные направления современного танца. Многие ребята могут позавидовать. Я танцую в разный стиль. Это брик-данс основной стиль. Ушу танцую, танцую хип-хоп. Много разных стилей мы танцуем. И занимаюсь фаерболом. На фаерболе я уже танцую, крючу пои. Большая часть номеров, которые представят дети, это современные танцы. Для зрелищности концерта добавят различные световые и лазерные эффекты. В начале программы всем зрителям покажут номер «Лазермен», который является уникальным в нашей стране. Просто в конце каждого учебного года, как правило, каждый коллектив дворца проводит отчетный концерт. Именно сегодня проходит генеральная репетиция в стенах нашего дворца для проведения отчетного концерта, который состоится 27 мая в Театре имени Станиславского. Изюминкой концерта станет выступление самих родителей, чьи дети занимаются в школе современных искусств. Поэтому, кто желает погрузиться в мир танца и лазерного шоу, не пропустите эту потрясающую возможность. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Новости спорта. Карагандинский клуб любителей бразильского джиу-джитсу под названием Густаво Мачадо провел открытый республиканский турнир. Многие призовые места достались борцам из шахтерской столицы. В соревновании собрали более ста участников из Караганды, Алматы и Астаны. За жаркой борьбой наблюдал наш корреспондент Аймамрина. Турнир проходил в семи весовых категориях. Особых ограничений не было. Отличную профессиональную борьбу показали карагандинские спортсмены. И это несмотря на то, что они занимаются всего два года. Результаты достойны уважения. Ведь тренер клуба Марат Куджанов учился у самого основателя данного вида спорта – Густаво Мачадо. Теперь готовит молодых спортсменов. А молодой и перспективный борец Айбарша Эхмед готовился к турниру недолго. В джиу-джитсу пришел из греко-римской борьбы. Сегодня в нелегком бою одержал победу над спортсменом из Астаны. Я не брошу этот вид спорта. Я хочу достичь новых поясов. У меня только сейчас белый пояс. Хочу дальше синий. И так понадобится. Спортсменов бодрили болельщики. Выкрики, замечания особо резали слух. А тем временем карагандинцы показали хорошие результаты. Айбар Уразалэ, Алдьяр Тайлыкбай, Владислав Буйницкий и Мадьяр Айтбаев заняли первые места в различных весовых категориях. Второе и третье место досталось Нурдан Сайлаубеку и Умару Сафарбекову. В будущем организаторы планируют провести турнир в международном формате. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В центре бокса имени Серика Софиева стартовал ежегодный республиканский турнир по тяжелой атлетике. Имени олимпийского чемпиона Анатолия Храпатова. Соревнования впервые организованы в нашей области, на родине не так давно погибшего спортсмена. Доказать свою силу собрались более 80 тяжелоатлетов со всего Казахстана. Все они победители и призеры международных и республиканских чемпионатов. Потому борьба обещает быть жаркой. Тяжелоатлеты готовятся показать себя. Всех их объединяет светлая память о выдающемся олимпийском чемпионе Анатолия Михайловича Храпатове. Но и, конечно, привлекает путевка в сборную для участия в чемпионате Азии. Ведь именно здесь по результатам турнира тренерским советом будет определен ее состав. А дальше мировой помост. Чемпионка азиатских игр 2014 года Маргарита Елисеева приехала в Караганду с настроем на победу. В спорт девушка пришла в 13 лет. Перепробовав себя в различных видах, раскрыла именно в тяжелой атлетике. Добилась хороших успехов. Вот правда, пока на личную жизнь времени не остается. Смеется 24-летняя спортсменка. Но верит и в эту удачу. Сегодня я уже выступила. Я заняла первое место. Показала хороший результат. Тренер доволен. Отбор я прошла. Со мной самый важный в этом году это чемпионат мира. Будет состояться в ноябре. Нужно быть в тройке. Наряду с остальными именитыми спортсменами на помосте центра бокса имени Серика Сапиева выступит победитель азиатских игр Вячеслав Ершов. Его в этот день, впрочем, как всегда, поддерживает супруга, олимпийская чемпионка Майя Монеза. Супружеская чета об Анатолии Храпатове говорит с уважением. Но выступление в нашей области Вячеслав считает больше разминкой. Подготовка идет целенаправленно на чемпионат мира. Постараемся отобраться в ноябре. Здесь, как промежуточный старт, форму оцениваю, наверное, процентов на 50 сейчас свою. Просто выйти на помост, почувствовать, посмотреть на соперников и уже отбор на мир в сентябре, там уже дать всем серьезный бой. Лидерами соревнований называют алматинских и козлординских спортсменов. Впрочем, спорт есть спорт. Избрасывать со счетов других кандидатов в сборную нельзя. Турнир продолжится до 28 мая. Тяжелоатлеты покажут свою силу в 12 весовых категориях. Вход в спортивный комплекс свободный. Аймаврина, Исламбекуспан, Арман Нартаев, Первый Караганинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова